Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Потом идем в садик! В садик, конечно! Да! Как всегда! Да, сынок? Да! Погода классная сегодня, солнышко такое! Сегодня пятница, Максик идет в садик уже последний день, после этого у него начинаются выходные, да, сыночек, два выходных? Сейчас Макса я отведу, смотрите, кто вышел! Максим, привет! Привет! А там мой общий, он может траву дарить, траву еще! Автобусы, это за значком! Макса я в садик отвела, и сейчас идут в детскую поликлинику. У нас каким-то чудом оказалось, что у Макса нет прививки от полиомиелита. И если этой прививки действительно нет первой, то нам нужно обязательно ее сделать и месяц сидеть дома. Поэтому сейчас пойду разбираться. В общем-то, такого, по идее, быть не может, потому что ездили в Донецк специально к иммунологу, все прививки делали. Ну, посмотрим. Сейчас куплю хлебушкой и пойду в поликлинику. В парке сейчас очень красиво. Правда, уже листья практически на всех деревьях облетели. Даже клены наши стоят уже без листвы. А остались только самые стойкие березки. Но все равно очень красиво. Ну вот, я все и узнала. Прививки все у нас сделаны, все в порядке. Просто делали мы их в Донецке, и в прививочном кабинете в нашей маленькой карточке они не указаны. Сейчас все это дело перенесут из карты в маленькую карточку прививочную и передадут данные в садик. Вот я уже и дома включила компьютер. И сейчас хочу записать следующее несколько слов, которые буду учить. В общем, как я решила учить английский. Я не то чтобы учу язык, я стараюсь пополнять свой словарный запас. И вот я взяла такой блокнотик. Это блокнот ручной работы. Мне его подарила моя подружка Леночка, которая сейчас живет в Киеве. И долго я думала, что в него поместить. Вообще-то изначально собиралась сюда размещать свои мечты. Даже вот видите, сделала такую надпись. Пусть это или нечто лучшее легко и непринужденно войдет в мою жизнь, неся высшее благо всем, кого это касается. Для записи в этом блокноте у меня есть специальная паста, такая белая. Но когда я поделилась своими мыслями с другой своей подружкой, Танечкой Швеей, она сказала, что Свет, ну как-то мечты писать на черной бумаге, это, в общем-то, негативно. Я говорю, ну я аж пишу белой пастой. Но, в общем, как-то все равно эта мысль засела мне в голову. И я решила, что не буду его использовать для записи своих планов и мечт. И, в общем, очень долго он у меня пылился на полке. Мне было жаль его, потому что, ну действительно, очень классный блокнотик. И вот сейчас я решила, что нашла ему применение. Теперь я записываю сюда русские слова, английский перевод и пишу, ну не транскрипцию, а как это слово звучит. Мне больше так нравится. Не смейтесь надо мной. Я решила так, мне так удобно, я так делаю. И, в общем-то, я сюда записываю слова, которые потом... Сейчас вот я включила компьютер, Google Переводчик, сделаю перевод, послушаю, как это слово звучит на английском, запишу это, чтобы я не забыла. И я эти слова постоянно учу новые и повторяю старые. Открываю вот так с первой странички, закрываю всю эту часть и читаю только русское слово и произношу перевод. Если где-то начинаю тупить, забывать, то, естественно, руку я убираю и могу сразу прочесть и то, как это слово пишется, и то, как это слово произносится. Вот сейчас у меня, скажем, на 31-м слове я остановилась. В принципе, практически все слова я запомнила. Забываю, как произносится, как называется, чаник по-английски. И вытяжку еще забываю. Все остальное вроде бы я помню. Еще периодически начинаю париться шумовка и дуршлаг, но, как бы, тоже я их повторяю ежедневно, причем даже не один раз в день. И вот сейчас я уже отошла от кухонной утвари. Буду переходить к разным названиям ингредиентов, скажем так. Мука, уксус, соль, перец, сливочное масло, подсолнечное масло, оливковое масло, сахар, сода, дрожжи, маргарин и так далее. Некоторые, конечно, слова я знаю, как по-английски звучат. Что-то вообще для меня совершенно новое. Вот, ну, продолжаю учиться. Смотрите, кто тут ко мне пришел. Это он не спит, это он подбирается к моим наушникам. Да, Симба, привет! Такой толстенький он у нас стал, такой у него пузико. Вообще, обычно он меня не кусает. Терпит, терпит маму, да? Мама его никогда не обижает, мама его чешет все время. Гладит и кормит. Он такой у нас жирненький стал, так поправился на зиму. Такое у него пузико, такая попа уже отъеденная, да, Симба? Очень красивый стал. Подшерсток, видно, у него вырос. Смотрите, какой он у нас стал такой большой-большой. Раньше у меня в ладошку помещался. Ладно, буду продолжать. Еще мне работать нужно, нужно книгу продолжать писать, нужно с вебинарами разбираться. Все-таки решила я покупать себе отдельную вебинарную комнату, в которой буду это все проводить. Вот, поэтому буду заниматься. Встретимся уже скоро. Привет, друзья, это снова я, точнее мы. Мы сладко идем в музыкальную школу на концерт. Сегодня на скрипке играет Влад Эндроп, Вадим, и мы идем посмотреть. Ну, естественно, как все приличные девушки, мы жутко опаздываем. Ну, это же логично. Мы даже не опоздали. Сегодня у нас юбилейный концерт в нашей музыкальной школе, которая поменяется 60 лет. Ну-ка. Максимка, привет. Привет. Как дела? А вот так? Что расскажешь? Что мы делали? Ну, расскажи. Мы делали деревья. Деревья делали? Да. Из чего? Из красок. А, красками рисовали. Из красок. Ясно. Хорошо у тебя получилось? Да. А сейчас что будем делать? Гулять. Гулять? Да. Здорово. Как настроение твое? Хорошо. На Franklin, наряду. Да. Ясно. Субтитры сделал DimaTorzok